приветствую всех на медицинском канале что такое вибрации понятие вибрация тесно связано с понятием шум инфразвук звук который имеет такую характеристику как частота то есть величина измеряющая как часто повторяется тот или иной периодический процесс физики с помощью частоты описывают свойства волновых процессов частота волны это количество полных циклов волнового процесса за единицу времени единица частоты в системе си герц 1 герц равен одному колебанию в секунду рассмотрим некоторые вибрации окружающие у нас пространство начнем с вибраций частоты которых стремятся к нулю а период бесконечности это может быть что-то очень длительное даже по космическим меркам например вращение галактик внутри скопления галактик период вращения которых составляет миллиарды лет у солнца обращающего вокруг центра галактики период примерно равен 250 миллионов лет а период обращения земли вокруг солнца как известно один год и один день период вращения земли вокруг своей оси следующие вибрации окружающего нас пространство на которые мы обратим внимание это область механических волн так называемые сейсмические и техногенные вибрации то есть вибрации в традиционном смысле слова диапазон частот условно равен от 1 до 100 герц такие вибрации мы легко можем чувствовать с помощью нашего осязания и немного слышать ушами источники этих вибраций создают еще и инфразвук лежащий примерно в том же диапазоне частот далее идет диапазон человеческого слуха который мы привыкли называть звуком или музыкой эти частоты находятся в диапазоне от 16 до 20 тысяч герц верхний предел имеет тенденцию снижаться с возрастом большинство взрослых людей не могут слышать звук частотой выше 16 герц ухо само по себе не реагирует на частоты ниже 20 герц но они могут ощущаться через органы осязания чуть дальше следует ультразвук который все еще могут воспринимать некоторые животные о том что звук обладает целебными свойствами люди знали еще в незапамятные времена в древнем египте хоровое пение использовали для лечения бессонницы а в древней греции с помощью звуков трубы избавляли от расстройств нервной системы ученые доказали что даже простое пение от души ежедневно в течение 20 30 минут оказывает положительное воздействие на организм человека все потому что пение активизирует дыхательную систему улучшает снабжение организма кислородом увеличивает его защитные силы звучание определенных музыкальных инструментов используются звукотерапии для восстановления психологического состояния человека а некоторые из них даже способствует оздоровлению органов настраивая весь организм на исцеление терапевтический эффект возникает из-за частотных колебаний различных звуков которые резонируют с различными органами тела по мнению специалистов желудочно-кишечный тракт соответствует резонансной частоте ноты фа но помогает избавиться от псориаза сочетание нот си соль и до можно применять в лечении онкологических больных медитативная и религиозная музыка помогает сохранять молодость джазовые ритмы стимулируют кровообращение и сердечную деятельность классическая музыка успокаивает нервную систему и улучшает настроение такой инструмент как скрипка это своего рода бальзам для душевных ран флейта помогает снять раздражительность и благотворно влияет на дыхательную систему струнные инструменты а также кларнет и барабан стабилизирует кровяное давление и работу сердца пианино положительно воздействует на почки мочевой пузырь и щитовидную железу сексофон повышает сексуальную активность аккордеон и баян исцеляет органы брюшной полости труба лечит радикулит цимбал и печень орган способствует мыслительному процессу и гармонизирует потоки энергии в позвоночнике есть еще одно обязательное упражнение которое напоминает стон это звук мы примите исходное положение сидя положите руки ладонями вниз на колени немного наклонитесь вперед дышите через нос одну-две секунды сделайте паузу в одну секунду выдох через рот 2-4 секунды затем снова пауза но уже продолжительная она уже будет составлять 4-6 секунд чаще всего лечебный эффект достигается быстрее когда приходится рычать и мычать по два-три раза в день 15-20 минут регулярные занятия звуковой гимнастикой дают очень хороший эффект а в некоторых случаях даже способствует снятию приступов бронхиальной астмы вот полный список лечебных звуков которые вы должны произносить каждый день дыхательные упражнение по классической системе обычно выполняется в сочетании со звуковой гимнастикой количество упражнений будет зависеть от самочувствия больного и среднем должно составлять 6-12 упражнений с учетом звуковой гимнастики и специальных дыхательных упражнений звуковые упражнения следует выполнять на произнесении различных гласных и согласных звуков на начальном этапе можно произносить гласные У, И, Е, О. В дальнейшем следует постепенно использовать такие согласные, как Ж, С, Р, Ц и в дальнейшем присоединить шипящие звуки Ш и Щ. Выбор звука в большинстве случаев остается за самим человеком и это скорее всего для вкуса, чем обязательная норма. На вдохе можно произносить звук М на выдохе ПФ. Произнесение этих звуков вызывает вибрацию голосовых связок, которая передается на трахею, бронхи, легкие, грудную клетку. Это хорошо помогает для расслабления спазмированных бронхов и бронхиол. При звуках ПТКФ развивается наибольшая сила воздушной струи. При звуках БГДВЗ среднее, при звуках МКЛР наименьшее. На выдохе рекомендуется произносить рычащий звук Р продолжительностью от 5-7 секунд в начале до 25-30 секунд после длительной тренировки. Затем на выдохе можно использовать такие звуки, как БУХ, БАК, БАК, БЕХ, БАХ, БРОХ, БРУХ, БРФХ, ДРОХ, ДРФХ и прочие. Между дыхательными упражнениями с проговариванием звука нужно обязательно делать небольшую паузу 20-30 секунд. Очень важно научиться выполнять дыхательные и звуковые упражнения автоматически, чтобы в случае развития приступа можно было по инерции их повторить, что поможет расслабиться и, возможно, избежать приступа. При выполнении лечебных упражнений нужно обязательно делать паузу для отдыха по 20-60 секунд в зависимости от самочувствия. Очень полезно также делать вдох через нос, а после небольшой паузы выдохнуть воздух через скрытый рот и вновь сделать более удлиненную паузу перед новым вдохом. При хорошей подготовленности во время проведения дыхательных упражнений целесообразно использовать также и ходьбу, задействуя тем самым нижние конечности. Упражнения для верхней конечности обязательно надо координировать с дыханием, стараясь особое внимание уделять упражнению на полный вдох. Желаю всем здоровья! Подписывайтесь на медицинский канал, а также вы можете получать оперативно краткую информацию о новых выходящих видео на таком канале, как Телеграм.